Полигон отходов Полигон – это конечная точка жизненного цикла отходов. Дальше с ними уже ничего не происходит. И два варианта. Органическая фракция может разлагаться, неорганическая фракция, такая, как камни, доски или еще что-то такое, стекло. Это будет просто прессоваться, исходя из того, что по поверхности полигона ездят трактора для разравнивания и так далее. Образуется большой холм, который может пахнуть, который может дымиться и так далее. Дальше эти полигоны должны подвергаться рекультивации. И у нас есть в Казани хороший опыт рекультивации самосыровской свалки, на которой можно устраивать какие-то там зеленые лужайки и так далее. Я думаю, что это в конечном итоге будет сделано и будет функционировать. Хоть мусорные полигоны и уменьшают загрязнение окружающей среды, с ними связан достаточно большой ряд негативных факторов. Среди них загрязнение почвы, воды, выброс вредных газов и ухудшение здоровья людей, проживающих рядом со свалками. Как показывает практика, рано или поздно наступает момент, когда жители сталкиваются с неприятными запахами, аллергиями и другими заболеваниями, связанными с экологической ситуацией в районе. Перемешанные отходы поступают на полигон. Полигон, если он правильно построен, это огромный котлован, разделенный на, как правило, части карты, которые обязательно должны быть заизолированы для того, чтобы жидкость, которая будет вытекать из отходов, она будет образовываться, первое, при разложении этих отходов, особенно органических, второе, когда идет дождь, когда это засыпается снегом, да, а весной снег тает, для того, чтобы она не проникала вот эта токсичная жидкость в грунтовые воды и так далее. Правильно, если функционируется полигон, то каждый день после того, как машины завозят туда отходы, они должны, эта поверхность, закрываться какой-то тканью, нетканным материалом. Для чего? Для того, чтобы птицы или собаки не растаскивали это вокруг полигона. Проблема вывоза мусора в Казани сейчас решает постройка второй карты мусорного полигона «Восточный». Ранее ожидалось, что площадка начнет принимать отходы в конце 2023-го, в начале 2024-го года. Однако часть оставшихся работ проводить в зимний период невозможно, поэтому сроки сдвинулись на второй квартал текущего года. При этом срок службы данного объекта при нынешних объемах отходов составит только 3-4 года. Так, если в 2012 году, когда строили полигон на улице Химической, город генерировал 700-800 тонн отходов в день, сейчас ежесуточно из города вывозят более полутора тонн. Попыткой решить проблему отходов было решение о строительстве мусорожигающего завода, или он называется «Завод по термической переработке отходов». Можно много рассуждать о том, что этот завод принесет больше – вреда для населения или пользы. Это можно обсуждать, но для этого надо очень хорошо знать, по какой технологической схеме будет проходить процесс, какие будут фильтры и так далее. Именно потому что сейчас у нас нет возможности приобрести те фильтры, которые должны по проекту поставить. Пока, насколько я знаю, приостановлено строительство заводу по термической переработке отходов. Но вопрос эксплуатации мусорных полигонов также зависит и от самих людей, а точнее от сортировки отходов. По словам генерального директора управляющей компании предприятия жилищно-коммунального хозяйства Евгения Чикашова, в Казани сортировкой отходов занимается менее 1% горожан. Так что правильное распределение мусора жителям Татарстана и постройка мусорного полигона в ближайшем времени смогут улучшить экологическую ситуацию в Татарстане. Продолжение следует...